электрический измельчитель веток я думаю что на этот раз я буду коптить не карася врезанные в саду ветки сжигать запрещено измельченная трава то есть он реально работает по ней как всякие уважающий себя измельчитель он затягивает всем привет вы на канале мастер форум с вами тестовая команда потребитель сегодня тестируем электрический измельчитель веток greenworks с названием джи оси sb забавно вообще название конечно электрический сетевой запитал у нас все-таки не от лепки от генератора он коллега стоит готовится запускать и так сначала коротко о самой технике первое вот 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 не не самое наверное главное но самое интересное что мне показалось забавным это то что здесь такая вот съемная воронка я такого пока еще не видел это проталкиватель стандартный который вот а вот она обычная стандартная приемная воронка как на многих таких устройствах а здесь еще и такая вот на шлепка сверху предполагаю что это для того чтобы листья всякие листья ветки листья мягко мягко какую-то ботву траву измельчать потому что эти измельчители в принципе такое могут это не шестеренчатый как я предполагал сначала глядя на его форму а скажем так строгающего типа вот сейчас открой покажу рабочий механизм вот он диск на нем два ножа наподобие на рубанке и он ими строгает из хорошего мы уже знаем и ответственно заявляем что щипу получены вот таким измельчителем можно использовать для копчения но мы обязательно это проверим еще раз мне понравилось проверять это не понравилось я думаю что на этот раз я буду коптить не карася а что-нибудь что-нибудь колбасу что-то боячишь какую щуку колбасу колбасу будем коптить что еще интересно вот такой удобный есть короб для щипы а из-за него то я и решил что это шестеренчатый оказалось нет уже строгающие такие есть этот короб он же как транспортный контейнер жень насколько он плотно помещается туда ты упакована разобранный измельчитель принципе помещается в короб на половину рядом с ним помещается в коробку б-образные дуги образующие его ногу и шасси в принципе он в коробку помещается очень компактно и перевозится в любом автомобиле даже самого малого класса транспортировка несложная колеса есть есть рукоятка ну что к делу надо бы и поработать заводи мощность потребляемая заявлено два с половиной киловатта у нас генератор где-то в пределе на те же самые мощности 2 и 3 по мой и и и и и и и и и Поехали еще. Как всякий уважающий себя измельчитель, он затягивает, то есть торможение не в том, что мне надо подталкивать, я не подталкиваю, я пытаюсь ветки в кучку собрать, потому что форма воронки вот она, они так не проходят. Но воронка специально так сделана, чтобы нельзя было сунуть руку внутрь и дотянуться до ножей, это из соображений безопасности. Так, в общем-то, на всех измельчителях вот не проходит, и слава богу. Попробуем справиться ли он с травой. Измельчители такого типа считаются, что они подходят и для мягких отходов. Вот поставим воронку, возьмем этот толкатель и проверим на практике. Благоволите подать травы. Благоволите подать травы. А теперь посмотрим, что с травой произошло. Мне уж самому интересно. Ну, не все дошло, не все дотолкало, скажем так. А что в ящике? А в ящике измельченная трава, то есть он реально работает по ней, да. Тебе трава нужна? Сушеная, измельченная. Не так. Извиняйте, какая растет, такая и есть. Ну и вот во что превратились ветки. Такая достаточно мелкая, хорошая. Попробуем пропустить эту же щепу повторно. Посмотреть, получится ли сделать еще более мелкую. Ну, я думаю, представление мы уже сможем составить. Пожалуй, подробило, но не принципиально. Хотя не, разница есть заметная, да. Более тонкий помол получился. Все-таки разница есть, да. Вот это вот, вот на этом вот можно коптить. Что-то я все про еду и про еду. Как-то это не к добру. Коротко о том, зачем вообще нужен в хозяйстве измельчитель. Потому что обрезанные в саду ветки сжигать вообще-то по новым законам запрещено. Не будем вдаваться в описание, насколько этот закон разумный или нет. Вот ссылка на разбор, скажем так, юридической практики этой внизу в описании. Точнее, ссылка на комментарии юристов к этому закону, к тому, что можно, что нельзя и чем это грозит. Внизу в описании есть ссылка на статью. Читайте, смотрите и учитывайте, что сжигать ветки ну просто нельзя. Вот это факт. Вот, соответственно, их надо как-то утилизировать. Веток образуется большой объем, большая куча, которая очень много воздуха внутри, условно говоря. Измельчитель позволяет все это превратить в компактную такую кучку. Вот, и все это либо сырье для компоста, либо мульча для подсыпки растений каких-то, кустов и так далее. Либо, опять же, щипа для копчения. Опять к еде сводим. Вот, то есть, это способ утилизации веток. Простой, быстрый, эффективный. То, что он простой, уже убедились, надеюсь. Эффективный тоже видно. С ветками справляется, даже с толстыми. Справляется с мягкими отходами, с травой в том числе, что важно для некоторых пользователей. Так что машина интересная, заслуживает, безусловно, всяческого внимания. Спасибо, подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok